Приветствую! На связи Остам Бондаренко и в данном видео мы с вами разберемся, что же нам делать дальше, как нам навести порядок в своих делах, как нам поступать последовательно, знать, что нам делать каждый день и каждый час, не блуждая взад и вперед, и также еще коснемся вопроса трафика. Где нам брать трафик, как привлекать и так далее. Итак, давайте начнем по порядку. Основополагающее работы в интернете это нужно навести порядок сперва у себя на компьютере и в браузерах, то есть создать на компьютере специальную папку, назвать ее либо офис, либо как-то рабочая зона, шаблон рабочей зоны, как у меня в данном моменте, и в нее сложить все необходимые для вас ресурсы, которые вам могут понадобиться при работе в интернете. Например, если мы сейчас выберем рабочий стол, то у меня есть шаблон рабочей зоны. И в этой папке есть мои продукты, мои вебинары, библиотека, где у меня сложены все электронные книги, есть мои видеообзоры, где я слаживаю и записываю видеообзоры последние, пароли аккаунты, где у меня скайп, буксы, мои кошельки, все кошельки, где у меня мои сервисы, в каждую папочку название сервиса, туда все пароли, картинки и все, что с ними связано, рефералы, если есть тоже и так далее. Если мы захотим партнерки складывать, то вот партнерки по папочкам и здесь все, 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 что касается партнерки, все ссылки, все материалы, картинки и все остальное. Вот Рашид только одна у меня, потому что я не сильно продвигаю, например, Сергей Кополенко, видео, картинки, продукты по трафику, Евгений Ванин, да, баннеры и картинки, воронки продаж, письма, реклама, курсы. То есть воронки продаж, это комплекты. Я захожу и там по названиям папочка 1, 2, 3, воронки продаж, расправа перепродажи, фреймовые страницы, какие-то тексты и так далее. То есть все, что связано с каждым курсом у меня расположено здесь. Вячеслав Лопилкин, то же самое. Я быстро все нахожу, все у меня в порядке. Если я какие-то нахожу курсы, я кидаю либо разные курсы, либо курсы по авторам. Если я работаю и прохожу обучение, у меня прохожу обучение по рекламе, все материалы складываю рекламу, где рекламироваться, как, когда, что-то, что не подходит под папки и что мне нужно разобрать, я не оставляю на рабочем столе, а скидываю сюда. На рабочем столе у меня только один или два последних проекта. Но также в процессе работы бывает, что там попадается и вы хотите это рассмотреть. Так вот, чтобы не отвлекаться и не потерять эту информацию, вы берете, кидаете все данные в эту папочку, ссылочки, какие-то там скачиваете файлы быстро, срочно разобрать и продолжаете основную работу. Как только ее закончили, заглядываете в эту папочку и смотрите, что же там такого интересного. А уже только поэтому, как посмотрели, либо удаляете, либо раскладываете по нужным папкам. То есть так правильно делать и это будет правильная ваша работа. Теперь, есть ли какие-то шаблоны страничек, какие-то картинки или просто какие-то шаблоны. Шаблоны бывают разных, много, воркпресс, баннеров, видеофотажи, шаблон продукта. У меня сразу в нем все папочки. Новый продукт нужен, я беру эту папку, копирую, переименовываю и сюда уже разглаживаю новый продукт по нужным папочкам. Потом Adobe Music, аудиозаставки, всякие разные звуки для заставок, шаблоны Adobe Music, всякие разные есть, видите, которые я в кабинете встречал, неплатные, бесплатные, интро, заработки, шаблоны коробок. Я взял нужную коробочку, быстро сделал, соответственно, здесь шаблоны подписанных страниц, разные форматы и видеостраницы, и всякие, какие мне понравились, адаптивные, неадаптивные и так далее. Шаблоны текстов продающих, те шаблоны, которые не подходят ни под одну категорию, я не придумал, я кидаю шаблоны разным. Здесь тоже много всяких шаблонов, заголовков для писем, для постов в социальных сетях и так далее. И если я что-то не нашел, я кидаю сюда. То есть вот так вот разлаживаем. Обязательно наводим порядок, чтобы вы знали, где что найти. На рабочем столе у вас должно быть только то, над чем вы работаете сейчас. В библиотеке вы складываете все книги, чек-листы, либо по авторам, либо просто так. И потом вы можете, если они бесплатные какие-нибудь, или автор позволяет их раздавать, вы можете легко найти себе, на что человека подписать. Например, 60 источников трафика. Взяли, хотите получить 60 источников трафика, оставьте свой e-mail и отдаете это. Либо какую-то другую книгу. Здесь много всего есть. План запуска продукта, там еще какие-то бизнес-идеи. В общем, много-много-много. Мне даже не приходится задумываться, какой элит-магнит создатель. Я знаю, что сейчас кто-то тема в тренде, еще какой-то материал, есть ли он у меня здесь, и раздаю. Либо что-то сам быстро придумываю. То есть вы, если так будете делать, то, соответственно, будете всегда теми. И по авторам разложить те материалы, которые нельзя раздавать, а все остальные, которые вы считаете, что можно раздавать, кидайте чисто отдельно. Только вы знаете, что вы любой из них возьмете и отдадите, и вам ничего за это не будет, автор это позволяет делать. Вот 500 подписчиков за 24 часа, Михаила Григорьевна, пожалуйста, и так далее и тому подобное. Это можно раздавать, используя. Дальше. С этим мы разобрались. Второй этап, очень важный, это навести порядок правоседы. То есть сделать закладочек. То же самое, что вы сделали на рабочем столе, делайте в браузере. Мой офис, где вы зарабатываете оплату за партнерщиков, расширение и так далее, сайты с помощью, которые зарабатываете. Потом, класс обучения, если учитесь, например, товарный бизнес, все, что касается товарного бизнеса, это эмпуляторы и доставка почты и так далее, и тому подобное. Сайты закрытого доступа, продвижение SEO с помощью каких-то сервисов, кодурилки и так далее, с помощью чего продвигаете, контролируете продвижение сайта. Продвижение в соцсетях. Что касается продвижения в соцсетях, середро торгета, и так далее, барковные, ну, очень много-много всяких сервисов. Костинг. Ваши хостинги выделены из сервера. Ну, это обучаетесь у кого. Иди-то уроки, иди-то сразу заложили закладочку. Реклама. Как каксбар, 0x, фернер, там, глобусе, когда-то пробовала, да, и вот все, что пробовали, пуши рассылки, сэндпульс и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь все выносите. Иди-то, лэнги, таймеры, таймеры обратного отчета, все сюда. Платежные системы, сервиси, мэн-энсо, дедреспонс, форму, спунт-плей, кама-юн, там, да, все остальные, там, майлер, лайк и все, что включалось, когда-то ложите в эту папочку все, что с ним связано. Набираем подписчиков. При каких сервисах, при помощи чего? Биржа, мэнфурс, там, другие, крафт-лист, там, ну, много разных сервисов, и майл-каталог, и еще вы, и трафик, и трафик, и трафик, и так далее, набираете, тоже туда. И вы понимаете, взаимопиар, и все сервисы, которые вам встречались, сервисы картины, сервисы вебинаров, сервисы, метод, там, мои соцсети обязательно берете и делаете по соцсети, и все ваши соцсети в одном месте. Соответственно, все это организовываете. Партнерские программы выделяете в отдельную папочку, вы быстро сможете перейти в партнерские сайты. Все ваши подписные выделяете в отдельную папочку, и у вас по каждому продукту, по каждому готовому комплекту, все странички как на виду. Вы быстро нашли, сориентировали, взяли, если забыли, где находятся, перешли, будем открыть, вспомнили ссылочку, и все остальное нет. То есть, таким образом необходимо все организовать. Это первое, что вам сейчас нужно сделать. Второе, выписать все свои ресурсы и навыки. Давайте перейдем к этому моменту. Что вам нужно сделать? Первое, берете чистый листок на компьютере, потом обязательно переписываете вживую на столе. Выписываем все, что умеем. В реальной жизни все, что вы умеете когда-то делать в физическом мире, выписываете здесь. Потом на втором листочке выписываете все свои ресурсы в интернете, и что вы умеете в интернете, чем пользуетесь. То есть, умеют то, то, то делать подписные, картинки заканчивать, сайты, и как можно больше, как можно больше пишите все, что прилил в голову, с чем вы когда-то сталкиваетесь. Даже кажется вам это незначительным, все равно это сюда выписываете, такой вот мажковой штурм. И чем пользуетесь? Все сервисы, партнерские программы, в которых зарегистрированы. И все, 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 что касается интернета, выписываете на один листочек. Вы удивитесь, насколько большой список будет. И этот список первый, и список второй, это те вещи, которые вы можете продавать в интернете, за счет которых вы можете зарабатывать, которыми вы можете делиться и обучать других людей. По каждой выписанной вашей строчке, вашему пункту вы можете делать бесплатный или платный продукт. Вы удивитесь, насколько много вы уже знаете и уже может, у вас будет уже куча идей, как что сделать. Останется зайти в Яндекс.Варстат или Гугл, набить поисковые запросы, посмотри сколько по этому запросу, по тому налогу, что вы умеете, есть где ищут. Если количество достаточно, там человек тысяча и больше, может быть там 700, 1000, а там 2000 и так далее, вы можете смело уже делать на этот момент какой-то бесплатный подписной и предложить этим людям. Если будет ответная реакция, люди заинтересуются, тогда уже можно думать и о платном предложении. То есть люди заинтересовались, они пишут, и вам это интересно, входите, я проведу для вас мастер-класс или какой-то такой продукт сделаю, который, то есть делаете опрос. Соответственно, уже после этого вы можете по ним давать, у вас есть своя аудитория, давать уже какие-то продавать продукты и все остальное, если вы смотрите на себя, как на автора продукта. То есть вот так обязательно делаем, у вас будет куча идей. И третий листок, что самое главное после этих двух, все навыки выписали ваши, выписываем все, что хотим сделать в интернете. У вас какие-то задачи есть, вы знаете, много изучаете, и у вас появились задачи, вы знаете, надо сделать рассылочек, надо сделать плейнинг, надо сделать подписную, надо сделать сайт. И вот это все пишем, первое, второе, третье, четвертое, даже можно без первое, второе просто выписывать на листок и ставить галочки. Одну галочку, что не очень важно, две галочки, что поважнее, три галочки, что еще важнее, это лучше цифр, это лучше всего остального, можно палочки, но галочки и нагляднее. И потом, когда вы пробежитесь, посмотрите, что более значимое, на отдельный чистый листок записываете сверху вниз, где больше галочек записываете вверх, где поменьше вниз. И записываете не сразу одно под одним, а отступая строчке 2-3, оставляя пустые места, потому что бывает в ходе работы что-то еще выскакивает, какой-то приоритетная задача, которую надо написать выше. То есть, когда вы написали такой список, разобрались много-много всего, что надо сделать по приоритету, разобрали, написали новый список, вы уже знаете, что вам надо делать то, 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 то и по порядку вы все делаете. Первое, второе, третье и вычеркиваете. Сделали, вычеркнули, сделали, вычеркнули, сделали, вычеркнули, сделали, вычеркнули. Что-то появилось более важное, чем остальное внизу, подписали, сделали. То есть таким образом вы будете видеть план работы, вы будете знать, что вы умеете реально перед глазами, вы будете знать, что вы умеете в интернете и чем вы можете помочь. У вас будет куча идеи и продуктов. И самое главное, верный план работы. Итак, первую часть видео я закончил. Я думаю, вы понимаете, о чем я рассказал. И перейдем ко второй части видео. Что касается трафика. Во-первых, вы должны оформить в своих социальных сетях всех сразу бесплатно. Это все делается. Коснемся бесплатных моментов, но главное, правильно профили. Завести социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, Ютуб. Это основные и обязательные. Соответственно, прописать, кто вы, поставить нормальную фотографию, описать, чем занимаетесь. Ух, в трех словах. Потом описать Скайп, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, все свои данные. Описать личную деятельность, что вы, чем, инфобизнес-клэн, коучинг, реклама, продюсирование, личный блокинг. Вот. Интересы. Чем интересуетесь? Только основные моменты, а не все подряд. Вот именно с чем сталкиваюсь, что вам интересно? И о себе. Типа предприниматель, бизнес-тренер, специализация, эффективный метод организации продаж и привлечения клиентов, посредством онлайн-инструментов. Занимаюсь интернет-деятельностью 2007 года. То есть, понятно, кто я, на чем специализировались, и как долго я в интернете. То есть, коротко, емко и кратко. Группы мне рекомендовали убрать, но я решил оставить. По ним целевые клиенты будут находить. Можно, в принципе, оставить мои интересы. Как бы, чтобы люди посмотрели, и примерно ориентирование. Вот так вот я оставил. Соответственно, делаем это. Потом делаем фотостатус из четырех картинок или из трех. Здесь обязательно призыв действий того продукта, который вы рекламируете, того партнерского продукта или своего, которого вы несете ту идею или тех ваших товаров. Там вяжете вы, может, что-то делаете кукол, каких-то демонтируете автомобили. Неважно. Здесь ваша главная офер, то, на чего человек обратит внимание, то, чем вы занимаетесь. И под ним сразу пост. Опять по этой тематике. Либо пост о вас, чтобы с вами познакомились, что я такой-то такой-то тем занимаюсь. Либо пост какой-то партнерский, как в данном случае, я продвигаю сейчас левопай карт проекта. И, соответственно, я его здесь закрепил. Единственное, что не поменял еще, вот это статус. Это не успел сделать. Здесь у меня бесплатные страницы подписки. Мой прошлый продукт. Сейчас же у меня поменялось немножко направление. Я открепил его. Он ушел вниз уже у меня. Вот видите. И сейчас я продвигаю все это левопай. И дальше будем вот этот продукт, который вы сейчас можете продвигать. То есть закреплю здесь. Забирайте бесплатно. Или узнаете 7 простых шагов, чтобы начать зарабатывать совершенно бесплатно. И здесь будет девочка, и будет коробочка продукта, и описание его, короткое его преимущество. Соответственно, потом, если нажать на картиночку, то сбоку обязательно должно быть написано. И давайте вам не быть ваши ссылочки, которые ведут у вас на ваш продукт. Вот здесь я специально сделал без ссылочки. Показать, что так не надо делать. То есть описание и нет ссылки. Обязательно на второй или третьей строчке не ниже делаем ссылку один раз, потом делаем ссылку второй раз. То есть, если, например, вот здесь сейчас клик, то видите, здесь вот она вебинары, и вот пошли ссылочки у меня. Но здесь мне надо, чтобы прочитал чек до конца, а потом нажал. Поэтому ссылку я их не поставил, в зависимости от ваших задач. И как не надо делать, давайте сейчас где-то пост запреклял. Вот у меня картиночка. Нет, наверное, ниже специально оставлял один пост, чтобы он был без надписи. Это я в этом партнерский компасе показываю. Сейчас гляну. Где-то у меня здесь был пост без надписи, я хотел его показать. Сейчас я его не вижу. То есть, когда там есть у вас какая-то картинка, соответственно, когда по ней нажимаешь, открывается, и там ничего нет, никаких надписей. Вот, видите, бесплатный вебинар, и вот здесь нет никаких надписей. Значит, я должен сделать что? У меня здесь вот бесплатный вебинар, описание. Я тогда должен вот так вот все это скопировать, не захватывая дату, конечно. Давайте аккуратно попробую. Захватываю это все равно. Давайте-то обезличную одну вот отсюда, может быть. Вот так. Сильно длинную на меня. Давайте поменьше возьму. Главное, что мне здесь ссылочки. Тогда немедленно прислушайте к вам и прокрутам рекомендации. И вот до сюда я скопировал, то есть основную. Беру, открываю. Вот здесь редактировать. И вставляю сюда. Все, описание есть. Щелкаю на любом пуском месте. Все, закрою. Теперь проверяю, что получилось. Вот, вверху, описание. То есть человек зайдет на картинку, где-то она в интернете будет, зайдет и у нее будет описание. Либо здесь. А теперь, фотостатус. Сказалось бы, что у меня такого. Просто картинки, которые показывают направление вниз. Но, неважно, если у вас на тропе есть какая-то картинка, вы берете обязательно и у нее тоже прописываете ваше целевое действие. Потому что человек зашел, прочитал и нажал. То есть, каждую сантиметр, миллиметр вашего рабочего пространства используйте, чтобы он был с пользой. Можете все одни и те же предложения, как у меня, написать. Можете на каждой картинке какие-то разные, которые вы хотите донести до пользователя. То есть, такой момент. И аналогичным образом делаем во всех социальных сетях, где это можно сделать. В Одноклассниках тоже можно сделать статус, прописать поле здесь и остальное. И, соответственно, в Фейсбуке там немножко по-другому. Тоже надо закрепить обложку. Тоже произвел к действию делать. И тоже делать картинки, которые будут в описании. Теперь, что касается верхнего поста. Во-первых, его надо всегда нажать или вот здесь нажать. Закрепить. Запись закреплена. Чтобы следующая запись, которая приходит, не опускала ее вниз. А все записи будут под вашим постом следующие. Вы не напишите, если открыта стена, кто-то другого напишет. Но рекомендую закрывать, чтобы только вы писали на вашей стене. Соответственно, этот пост, который горячий, будет всегда наверху. И он ничто не изменит. То есть, закрепили. Теперь, как вообще написать пост этот прайм? Некоторые, я заметил, пишут посты прямо у себя в профиле. Если вы видите, у меня перепостом. А вот здесь опять видите, перепост без урупы. И потом опять перепост без урупы. То есть, таким образом работаем. Если вы несете какие-то ваши целевые оперы, рекламируете товары, продукты, то их нужно рекламировать, создав сперва группу. Целевым запросом. То есть, в группе должно у вас быть... Что значит целевой запрос, ключевой запрос? В названии должна быть фраза, интересующая вашу аудиторию, на которую вы хотите продать продукт, прорекламировать свои товары. То есть, у меня аудитория интересует набор подписчиков и интересует заработать. Я назвал, как быстро набрать подписчиков и заработать. Любой, кто будет искать в интернете, как заработать, открывает подписчиков. И все, что с ними связано, рано или поздно, натолкнется на мою группу. Также я здесь создал пост о группе, сделал призыв подписаться и, соответственно, разместил картинки. И, соответственно, здесь размещаю посты. Если вы новичок, то вам нужно сделать просто группу, прописать запрос вашей ключевой аудитории, то есть, ключевые запросы, которые могут интересовать, красиво назвать, и чтобы люди вводили поисковые запросы в этом вашем заголовке, была эта фраза или эти слова. Соответственно, потом, если не умеете делать пока подписку и все остальное, просто сделайте 3-4 поста по вашей целевой тематике, либо по продуктам, либо по партнерским продуктам и так далее. Зачем? Сделали пост. Далее берете, нажали обязательно понравилось сами и поделиться. Поделиться здесь, друзья и подписчики. Поделиться записью. Все. Что у нас получилось? Пост у вас в группе. Группа по ключевому запросу. Село продвижения будет именно группы, а не вашей личной страницы по ключевому запросу. То есть, ваша группа ВКонтакте будет выдавливаться и в поисковую систему Яндекс, и в Google. И, соответственно, там ее будут находить по этим ключевым запросам. Если вы это пишите в профиле, он не так продвигается, а группы продвигаются очень хорошо. Сейчас мы переходим в профиле. И что мы убили? Групп зайцев. Смотрите, под постом закрепленным разместился пост, который я кликнул. То есть, сейчас я его удалю. То есть, таким образом нужно действовать. Здесь те посты и товары, которые вы рекламируете, делать через пост, через группу. Сперва пишите в группе, потом, соответственно, делаете в группе «Понравилось» и поделиться подписчиками. Он вылетает у вас вот сюда. Потом, когда пройдет несколько часов, можно зайти сюда и еще здесь, на главной странице нажать «Понравилось». Это повторно выкинет его в ленту, ваш пост, и еще будет на него обращено внимание. Если вы заметите, здесь у меня 25 просмотров. А давайте сейчас вернемся в группу и посмотрим на тот же самый пост, сколько у меня просмотров в группе. Потому что она продвигается и группа, видите, 81 и со стороны. То есть, больше 3 раза. Поэтому, всегда делаем через группу. И того, у меня получилось 100 с лишним просмотров. Если бы это было только на странице, главное, было бы только 25. Вот такая вам небольшая подсказка. То же самое делаем и в одноклассниках, и в других соцсетях. Чем лучше профиль в одноклассниках, там создаете профиль, создаете все, как здесь. Создаете группу, также делаете репосты на главную страницу. И когда это все сделали, берете и ходите, находите целевую группу в одноклассниках. И заходите в пользователей, например, MLM, заработок и смотрите. Если там нормальные люди, не всякие аватарки, если многие присутствуют в сети сейчас, вы заходите в новую страничку, смотрите, чем они занимаются. Можно поставить кому-то лайк, кому-то комментарий и уйти. Соответственно, вверху у них будет человечек, чтобы к ним заходили. Такая функция есть в одноклассниках. Им будет интересно посмотреть. Они зашли, глянули на ваш профиль. А ваш профиль правильно оформлен. Есть призыв к действию. Есть ваш офер. Так как вы проходили по целевым группам, значит, человеку интересуют эти вещи, которые вы хотите предложить и показываете, разместили в своей группе. То какая-то часть совершенно бесплатно к вам подпишется. Вы можете посидеть таким образом, если вы вообще новичок и не в деньах. Два-три часа, может и полдня. Кто-то сидит целый день, ходит и так потихоньку, лакает, перекручивает, все делает, не спеша. И, соответственно, привлекает к себе трафик. И с вероятностью, очень большой, если у вас хорошо написаны, оформлены призы к действию, хороший продукт, какой-то вкусный, бесплатность, конечно, бесплатность, на которую вы чек забрали, то люди подписываются, и вы совершенно бесплатно набираете подписчиков и набираете подписчиков также к себе в группу. Вот такая вот вам подсказка. Это работает во всех социальных сетях, в Одноклассниках. Это работает еще лучше в том плане, что люди видят, кто заходил. Как приводить к себе ВКонтакте людей. Тоже вы все оформили. Для этого есть, конечно, специальные сервисы, но есть еще одна хитрость. Конечно, у вас должно быть уже несколько друзей. И нужно стараться набирать друзей себе. Есть Калиострый сервис, есть другие сервисы, но здесь какая функция? У кого-то есть день рождения, соответственно, каждый день, если у вас уже есть друзья, вот у меня 5000 человек с лишним, да, а показать всего 25. То есть ВКонтакте не показывает. Оно хочет с меня денег взять, чтобы я оплатил за показывать ему людям. Но оно присылает мне всегда сообщения о друзьях. Вот это группа вступает, и вот вчера был день рождения. Нажимаем, и что мы видим? И мы видим людей, у которых, которые у меня в друзьях, и у которых были день рождения. Это если у вас уже есть друзья. Немножко плохо загружается. Но идея, я думаю, вы поняли. Вы берете, заходите к этому человеку и просто поздравляете. Для этого у вас должен быть их отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Например, вот, написать сочинение. Поздравляю с днем рождения, желаю всего хорошего. А там вас и женщины. Раньше еще я создавал видео открытки такие с поздравлениями. Вот просто без сайтих ссылок. И тоже давал им, если хотите, вот вам видео открытки. Посмотрите, человеку приятно, она музыкальная. Но потом перестал видео открытки отправлять, потому что некоторые почему-то в бан нажимали. Наверное, из-за ссылок. Поэтому я перестал отправлять ссылки. Просто поздравления. Как это работает? Человек смотрит, что вы друзья. Переходит, если вас забыл, напоминает тебе о вас. У него теплое к вам расположение, потому что приятно, что вы не забыли. Я его поздравил. Хотя он вас может уже забыл давно, да? И как раз ему бросается в глаза тематика, которой вы занимаетесь. И может быть заинтересует. И так с контактами можно привлечь подписчиков. Оршивить вашу базу. И мне говорят многие, а зачем набирать подписчиков? Ну набираю, набираю, и что мы с этого. Так вот, одна из методик, как их оживлять, как возвращать. И как, если вы привлекаете ее в подписчики, вернуть их к клиенту, и, соответственно, поработать. И, возможно, заработать что-то. Потому что вы меняетесь, развиваетесь. И вдруг человек через какое-то время, у вас что-то новенькое. Он видит, что что-то новенькое. Соответственно, ему становится интереснее. Поэтому очень важно обновлять свою страничку вверху в статусе. И все время хорошие, свежие, новые предложения вешать. Для того, чтобы вам люди приходили и каждый раз что-то новенькое. Если, конечно, вы уже тренер какой-то, у которого здесь пост о вас несет, то это уже другой совсем разговор. Но когда вы новичок, и когда у вас нет стабильного заработка, делайте таким образом, как я вам сейчас рекомендую. Это бесплатные методы продвижения. Теперь возьмем YouTube. Обязательно, как только у вас что-то получилось, сделали подписную, или получили какой-то результат, запишите небольшой видеоотзыв. Просто можно голосом это сделать и просто показать, что где, что у меня получилось. Буквально минут 5, там 3, 10 минут. Можно простые делать с картинками, со слайдами видео. По вашей тематике прописывать ключевыми словами. И декидовать на YouTube канал. Обязательно. Это бесплатный сервис. Почту Gmail. Заведите. У вас появятся все сервисы. Google. Это и YouTube, и блогер, и так далее. Так вот, выкидывайте видео. Я вначале, когда раскручивал вообще свой бренд себя, я старался кидать по 2, по 3 видео в день обязательно. Каждый день небольших видео делал. Там слайды какие-то записывал, кто-то еще. Когда научился уже показать экраны, прям программу показа экрана, включая и показал. Смотрите, сегодня такие результаты. Вот я такую фишку нашел, такой-то сайт, кто-то сделал, такой-то результат. Интересно, да. Вот ссылочка на сайт внизу. И сегодня познакомился с каким-то партнером. У него вот такой продукт. Я его себе взял, скачал, смотрите, там внутри бесплатный продукт. То-то, то-то. Вот, если хотите, и кидайте по кнопке ссылку внизу. Или сегодня я купил какой-то продукт. Вот, смотрите, что внутри. Ссылку берите. Если вы по продукту получили, который купили, результат, сразу пишите видео. Вот сегодня по такому продукту, смотрите. Я вот тогда-то купил, а сейчас вот такой результат. Вот то-то, то-то получилось. Если интересно, внизу ссылку берите. И от себя какой-то бонус еще можете дополнительно пообещать. И это очень хорошо работает. Это бесплатный метод. YouTube сам начнет вас продвигать и сам начнет рекомендовать другим подписчикам. Если вы не верите мне, то давайте я сейчас загружу браузер и покажу как это работает. Но пока загружается, давайте перейдем соответственно и в нашу академию. Теперь, что касается еще по трафику. Под этим видео вы найдете кнопочку, где я приложил файлик текстовый. На этом файлике будет первое бесплатный чек-лист, подписная на мой чек-лист, как быстро набрать подписчиков. Там методы и как набирать подписчиков. И также есть ссылки на обучающие видео и на подписные, на сервисы, которыми я пользуюсь всегда и пользовался вначале для старта видео. Только для того, чтобы она у меня стартанула. И не видео, а любого продукта, любой рекламы для набора подписчиков. Второе. Там у меня будет чек-лист от Вячеслава Вапилкина. Как набрать тысячи подписчиков за месяц. Пошаговый план. Тоже очень хороший пошаговый чек-лист. Здесь не посмотрите. Там прям целая обучающая такая пошаговая школа. Очень легко. Все просто, понятно и по шагам. Вот его тоже приложу. Также здесь я вам хотел еще порекомендовать. Есть у нас Screen Technology. Заработок на партнерках курса Виктории Карповой. Здесь есть реальный по настройке такого комплекта, где она настраивает комплект и показывает такие способы, как ВКонтакте, как создать трубку, как сделать там рассылочку на мою бесплатную. Он дает все необходимые вещи, что за чем писать, как YouTube канал правильно оформить, как правильно видео подписать, прописать, как таргетинг проекламировать, как правильно написать статью на сайте и пост в социальной сети, как правильно в 100 курсах проекламироваться. Тоже, кстати, в социальной сети Евгения Павленко. Там много народу по заработку, по интернет-ресурсам и так далее, MLM и так далее находится. И, соответственно, Евгений Павленко дал мне и моим подписчикам промокоды. Мы с ним хорошо знакомы. И дал промокоды на рекламный бюджет. То есть, когда вы там регистрируетесь, там дается вам 100 РБ, то есть рекламных рублей, 1 РБ равен 1 рубль по стоимости. И вы можете на них рекламироваться. Плюс там каждый день капает немножко по рублям еще за активность вам, потому что на рекламный бюджет денежка. За нее тоже можете давать рекламу. Но, соответственно, если вы хотите давать больше рекламы, вам надо ее покупать. 1 рубль равен 1 РБ. Так вот, у меня есть специальные ссылки с промокодами в Шифере, где вы можете за 300 рублей купить 1000 РБ, за 1500 рублей, если я не ошибаюсь, рублей купить 5000 РБ. То есть, большую скидку. Воспользоваться этим можно только один раз. Любой из этих там 3 ссылки, у меня есть 3 ссылки, только один раз выбрать, которая вам наиболее нравится, и воспользоваться. Я рекомендую, конечно, за 1500 взять 5000 РБ, вернее, за 1500 рублей. Соответственно, и на эти деньги можно давать рекламу в соцсети. Что за соцсеть? Что она себе представляет? Вы узнаете из курса от Виктории Карповой и так далее. Там еще есть некоторые моменты, которые прям по шагам будут интересны. Также она рассказывает по шагам, как на базаре email давать рекламу на сервисе, в чужой рассылке платную, тоже с помощью сервиса базар email. Это тоже очень хороший момент, который вам можно посмотреть. Давайте посмотрим, здесь загрузилось у меня. И вот, что я хотел вам показать. Сейчас сайты. Сейчас у меня есть вот здесь ократительный сервис. И смотрите, сейчас на YouTube подписные страницы подписки. 214 переходов. Почему 214 переходов? Потому что я не рекламировал специально это видео, но я перед тем, как его, вернее, после того, как на YouTube залил, загрузил, я на одном из сервисов оплаты за твитер заплатил 20 или 30 рублей. Сейчас точно не помню, за то, чтобы у меня, ребята, про твиттери это ссылку на это видео. То есть там пишется заголовок и ссылочка дается. И платится там на аккаунт 20 рублей или 30 рублей. Там что-то было такое. Я нажал, чтобы про твиттери. То есть делается первоначальный запуск. В твиттере это лучше всего делать. И вот за такие небольшие деньги у меня на твиттере даже 214 уникальных кликов. То есть это бесплатная подписная. Теперь давайте посмотрим, если, предположим, вы не продвигаете, а просто написали видео и разместили его. Вообще не продвигаете. Какие результаты получаются? Результаты не очень большие. Давайте сейчас заглянем. А вот YouTube. Рассылка. А, ну это я рассылал специально описание YouTube. То есть доступ к закрытым клубам я сделал, разместил видео и просто оставил его там. 12 человек посмотрело. Это вот свежая совсем, да, буквально день висит, вторые сутки. Потом, например, в описании на YouTube есть партнерская ссылка к книге. Вергутсер, Евгения. Заработка от 30 месяцев не продавая. 14 просмотров совершенно бесплатно. Потом, дальше. YouTube. 26 просмотров тоже, ведя обзор. Я сделал, ведя обзор этой книги уже. Немножко больше посмотрел, потому что, ведя обзор, люди понимают, что можно внутри заменить. 26. Ну и так, примерно оно и есть. Где-то чуть дальше, там что-то в районе 40-45 было просмотров. Когда прошло 3 дня, 4 дня. Вот. YouTube хамелеон, 23 просмотров. И вот так. То есть, вы видите, если видео не продвигать специально, то, в принципе, показатели небольшие. Да, там 10-30 просмотров, ну, примерно за 2-3 дня тоже совершенно бесплатно к ней приходит. Трафик-то идет потихонечку, да, YouTube пол-требудет и, соответственно, есть. Если сделать еще такой колчок небольшой, заплатить там 20-30-40-50 рублей за то, что вам протвитят, по Twitter кинут ваших ссылочек, об этом можете набрать в интернете. Куча видео есть на YouTube на том же самом, как в Twitter разместить рекламу, да, сервисы для рекламы в Twitter. Так вот, YouTube это не банят, это разрешается, соответственно, если не груднить. И на такую сумму сделать 20-30 рублей. Если вы даже хотя бы одного подписчика привлечете, он уже у вас, считайте, окупился. Средняя цена сейчас 50-70 рублей за подписчиками, соответственно, да, а тут совершенно бесплатно пришло. Пришло 10 человек, мы 500, там, 700 рублей сэкономили и так далее. То есть, обязательно используйте этот метод продвижения по YouTube. Теперь, еще здесь у нас есть в клубе очень много курсов, также есть закрытые вебинары. Например, вот здесь базар e-mail Владимир Лизанов, специалист в службе техподдержки сервиса, разжевывал это все, рассказывал, как, что, где. И есть у нас Facebook и Instagram, тоже пошаговая настройка, кто-то идет до этого. Все бесплатные методы попробуют, потом обязательно попробуйте настраивать какой-то, выберите один из платных и доведите его до идеала. То есть, правильно все делать. Потом второй платный метод и так далее. Но я бы порекомендовал вам сперва, если вы новичок, делать рекламу у авторов рассылок. И если у вас нет денег, не надо идти на базар e-mail сразу. Вы идете в сервис. Давайте я сейчас вам его покажу. Набираем подписчиков. Майл каталог. Идете в этот сервис совершенно бесплатно. Здесь заходите, регистрируйтесь. Что здесь есть? Есть массовый замктер, но вы пока его не делаете. Есть бесплатные материалы. Вот они, бесплатные материалы. Вы добавляете здесь какой-то продукт, вашу подписную, которую вы хотите прорекламировать. Даже если там сервисы какие уже есть, неважно, вы себе набираете картинку, загружаете. Выбираете тематику. Название, описание, булеты. И здесь можно либо код формы подписки вашей, либо ссылку на страницу подписную. Я делаю ссылку. И вот моя система старт, комплект перепродажи. Вот мой продукт, вот мой продукт, подписные страницы. И все, что я сделал, я сюда выкидываю совершенно сразу. Либо какой-то чужой комплект настроил, я сюда добавляю. Что это дает? Это дает, что в бесплатных материалах показывается данное... Так, давайте я сейчас перейду в потолок. Данный товар. Вот, каталог бесплатных материалов. Если мы нажмем, то вот здесь выскакивает ваш товар. И опускается потихоньку ниже. Сейчас подрубится картинки вот здесь, в описании. Буду добавим, выскочил здесь. Следующий выскочил, ваш ниже опустился. Если ваш товар набирает определенную популярность, то он зависает сбоку. То есть мой товар, который я добавлял больше месяца назад, когда он только вышел. И, соответственно, люди его просматривают, и он остался в этой колонке популярным товаром. То есть вот здесь он бывает чуть ниже опускается, потом опять поднимается выше. И здесь также вот бесплатного инфейсного пресса. Владимира Фирсова тоже очень хорошо товар идет. Его покупают, он нравится. И, соответственно, он выше, ниже опускается здесь, держится. Если вы хороший товар реформируете, то он тоже будет здесь держаться. Здесь он идет там за несколько дней, за день бывает за два. А здесь он может месяцами находиться. Вот денежные подтерки Воробьева тоже держатся хорошо. То есть это бесплатный тратик. Первое. Второе. А давайте посмотрим еще. Перейдем в личный кабинет. Соответственно, массовый взаимо-пиар. Да, можете поучаствовать. Но когда у вас только там 50-100 подписчиков, первое, что собиралось, как делал я, у меня собиралось 59 человек. Я сюда пришел к заявке, нажал. И посмотрел, у кого сколько подписчиков. Взывай-пиар человек хочет. У него 110 человек всего. Я нажимаю и пишу. Здравствуйте. У меня база 59 человек всего, но они буквально пришли вчера, сегодня все свежие. То есть практически процентов 80-90 человек, 30-40 человек к вам подпишется. Это 100% у вас, если хороший товар. Давайте сделаем пиар один на один. И оставляйте свою почту. Все. И написали всем, у кого от 50-100 до 1000 подписчиков. 1200 тоже можно написать. И я так написал. Не ответил человек, у которого было 100, потом ответил человек, у которого было 500 и 180, что такое, 3 человека. Не ответили. Я написал человеком 15, наверное. Ответили. Я с ними проклярился и увеличил свою базу. Я, если не ошибаюсь, в районе 300 человек у меня через 3 дня была база. Что-то от меня еще приходили. И они, то есть 50 человек, за 3 дня у меня уже было 500 человек. Потому что я сам может быть привел еще чек 20-30 там, да, 10 может быть, а может 50 в лучшем случае. Взаимопиар и пиар один на один с теми же новичками, у которых свежие тоже люди, помогли мне сделать базу за 3 дня 500 подписчиков. А от 500 подписчиков я уже мог участвовать во взаимопиаре. И я вот здесь пошел в массовый взаимопиар. И здесь, видите, от 100 до 500 подписчиков даже можно. Я сюда встал и здесь потом я пропиарился. И у меня пришло еще что-то около 60-70 подписчиков совершенно бесплатно. И, кстати, из них 1 или 2 купили даже какой-то курс у меня с правой перепродажи недорогой. Там буквально 200-300 рублей. Но мне было приятно, а это совершенно бесплатно было сделано. То есть вот он мне показал пошагово, как можно. Взаимопиары массовые работают хуже, хотя на майл-каталоге, наверное, один из самых лучших пассовых взаимопиаров, которые я по статистике проходил, и где у меня лучшие результаты получились. Еще в Google неплохой, но все равно в майл-каталог обогнал даже по показателям Google эффективность именно взаимопиара. Поэтому мне понравилось, по крайней мере, как было у меня. Вот такие я вам показал моменты. То есть здесь бесплатно PR 1 на 1 в заявках обязательно. Но собирается база, добавляете базу обязательно. И здесь можно продавать рассылку. Вот 3000 рублей, 3000 подписчиков вернее. Стоит какая сумма там указывается и так далее. Видите, купить рассылку, займить PR, продать рассылку. То есть вы можете покупать и продавать. Вот человека непровидера, правда, только начал, но 407 рублей он уже продает. И, кстати, здесь, когда я делал PR 1 на 1, не было ни разу, что некачественный автор, то есть не разошлал меня по своим базам. Всегда все нормально, хорошо относятся, и всегда все другие здесь рассылают, помогают по базам. Я его письмо, он моё письмо. Не было, чтобы меня кто-то здесь, так говорят сейчас, ему дали обманул. Вот этим не нравится этот сервис. Поэтому обязательно обратите внимание, особенно новички. А если не новички, то тоже зайдите, посмотрите, если не обращали внимания. Отсюда вы возьмёте себе трафик бесплатный. И для рыбка этого начала хватит. То есть дальше здесь можно осмотреть также ещё у нас готовые комплекты, курсы, например, все. И здесь каждый автор, вот, например, комплект партнёра, комплект партнёра, фонтолит, фонглогер, источник трафика. Все авторы показывают, как вам привлечь трафик и способы сводиться мустер. Или, например, здесь записи конференции Freedom Technology есть тоже. Квадара проходила платная. Квуды бесплатно получаете из ВК. Здесь как навести порядок ВК, но я немножко вам подсказал. Потом по трафику, по как создание продукта, мышление, как все это правильно перевернуть, чтобы не бояться продавать за большие чеки и вообще не бояться заниматься, да, как правильно думать, настроить себя и так далее. Я тоже немножко вам мышление здесь поменял. Сегодня дав вот эти три понятия, три листочка, что вам, зачем делать, и главный листок выписываем, что хотим сделать, все свои задачи, и по порядку их разложим. Про это не забываем. И не забываем, что внизу под этим видео есть также я приложил листочек, там есть ссылка скачать докматериалы, докматериалы вы скачаете, и там ссылки на подписные страницы мои, в Афилке на, где у нас материалы есть по, Вячеслава, по тому, как вам привлекать трафик по шагам, а также промокоды на то, чтобы купить рекламу, в три раза дешевле, РБ, в 100 курсах. И также там еще будут полезные ссылки на сервисы и материалы, посмотрите. Поэтому делайте все по шагам правильно, воспользуйтесь теми рекомендацией, которые я вам даю в этом видео. На этом я заканчиваю данный урок. С вами был Остап Пондаренко. До встречи в следующих моих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова